МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около часа дня 26 июля на улице Коминтерна напротив автовокзала столкнулись автомобиль Фольксваген и мотоцикл Ямаха. К нашему приезду мотоциклиста увезли в больницу. Судя по состоянию двухколесной техники, 30-летний мужчина, управлявший Ямахой, получил серьезные травмы. Хотя, по словам очевидцев, после удара мотоциклист перелетел через руль и встал на ноги, скорее в состоянии шока. По словам инспектора ДПС, мотоцикл двигался прямо по Коминтерна в сторону центра города. Скорость, скорее всего, не была большой, так как рядом светофор, и он стоял в ожидании разрешающего сигнала. Фольксваген шел по встречке и стал разворачиваться через пунктирную разметку. Очевидцы сообщили, что водители на марке находятся в группе людей, собравшихся рядом с местом ДТП. А кто был за рулем Фольксвагена? Не знаю. Не знаете, вы были за рулем Фольксвагена? Нет, просто приехали сюда. Вы были? А кто? У меня машина на той стороне стоит. А что вы за рулем сюда приехали? Молодой человек в зеленой, вы были за рулем Фольксвагена? Нет, ну, нет. Почему вы скрываете, что вы были за рулем Фольксвагена, молодой человек? Что? Вы сказали, вы видели, как он ехал мотоциклист? Я не видел, да, я не видел. Вы не видели, а вы поворачивали через разметку, да? Да. Да. И что? А скорость у вас какая была? У меня? Там на повороте какой скорость была? Я не видел там. Ну, 20, не знаю, какой был. Скажите, а кто вызывал? Вы сразу его сбили. Вы вызывали полицию, милицию? Он вызывал, наверное. А вы не вызывали? Да. А вы что делали дальше после столкновения? Ничего не делали. Он сам вышел, короче. У вас опыт-то вождение большой? Да. Опыт? Да. Ну, больше 4 года, наверное. К месту аварии приехали друзья потерпевшего. По их словам, мотоциклист с 18 лет управляет мототехникой. Всегда соблюдает правила. Переживают, что у друга будет диагностирована серьезная травма. Такие удары не проходят бесследно. Хотя знакомый водитель иномарки уверяет, мотоциклист был в порядке. Он бампер получает, вот видите, здесь это. Ну, заднее колесо, да, вот. Видите? В каком состоянии это? В хорошем состоянии он был. Он сказал, я ему спрашивал, все нормально с тобой? Он говорит, да. Он в шлеме был? Да. По предварительным данным госавтоинспекции, виноват в аварии водитель иномарки. Сотрудники УФСБ России по Тверской области пресекли хищение бюджетных средств в виде социальных выплат на сумму более 10 миллионов рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что житель Твери, 78-го года рождения, изготовил пакеты документов на несуществующих граждан, якобы нуждавшихся в социальных выплатах, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, о реализации мероприятий по переселению жителей Херсона и части Херсонской области, покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном порядке на иные территории Российской Федерации. Реализуя преступный умысел, мужчина вступил в сговор с жительницей Твери, 92-го года рождения, работавшей в одном из подразделений МФЦ. Через ее возможности пакеты поддельных документов, обосновывавших единовременные выплаты на обзаведение имуществом, а также получение государственного жилищного сертификата на приобретение недвижимости, были поданы в государственные структуры. Таким образом, была незаконно получена единовременная социальная выплата на семью из пяти человек в размере 500 тысяч рублей. Начата процедура по получению аналогичной выплаты на семью из шести человек в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, фигурантом был незаконно получен государственный жилищный сертификат на сумму свыше 9,5 миллиона рублей. В результате своевременно проведенных мероприятий перечисление социальных выплат на обзаведение имуществом в размере 600 тысяч рублей и приобретение жилого помещения в размере свыше 9,5 миллионов рублей приостановлено. Расследуется уголовное дело по статьям «Мошенничество при получении выплат» и «Покушение на мошенничество при получении выплат» с целью установления всех обстоятельств противоправной деятельности. В рамках всероссийского ведомственного проекта «Каникулы с Росгвардии» сотрудники управления Росгвардии по Тверской области посетили ребят из спортивной школы Олимпийского резерва по футболу Тверской области. Сотрудники вневедомственной охраны рассказали ребятам о службе, показали средства индивидуальной защиты и экипировку, стоящую на вооружении подразделения. А также дали юным спортсменам примерить настоящие шлемы и бронежилеты. Спортсмен-инструктор спортивной команды Центрального округа Евгений Фролов провел с ребятами разминку, рассказал, как повысить выносливость и почему важно вести здоровый образ жизни. На этом занятии ребята узнали о разнообразии ведомственных вузов Росгвардии и условиях приема в них. По словам старшего тренера спортивной школы Олимпийского резерва по футболу Михаила Черешнева, воспитанники школы впервые стали участниками акции «Каникулы с Росгвардии». Встреча вышла познавательной и интересной. Напомним, масштабная просветительская акция «Каникулы с Росгвардии» направлена на безопасность, патриотическое воспитание детей и подростков, а также популяризацию спорта и активного образа жизни. Субтитры создавал DimaTorzok